Вот, это такая более дикая часть, потому что сам парк Новознаменка, ну, я не знаю, стоит ли относить его, этот парк, к парку Новознаменка или нет, но мне здесь очень нравится, намного больше, чем в обычном парке, где все облагорожено, здесь ощущение именно такой лесопарковой зоны, красота, тут свежий воздух, птицы поют, Петерговское шоссе, наверное, в метрах 100, но его вообще не слышно практически, какие-то отголоски, ощущение, что вы идете по какому-то лесу, но на самом деле это парк, часть парка. Клены, орех, разнообразные деревья здесь вообще у нас растут, и вот здесь очень приятно в такой солнечный день, жаркий, как в Италии, сейчас 10 утра, и мы здесь прогуливаемся и вот прячемся от жары. Не представляю, как вообще люди живут в Италии и в Краснодарском крае. Чем прикольный этот лес, то, что здесь очень разнообразные деревья, здесь не то, что одного вида деревья, там, не знаю, как какой-нибудь Европе западной, а вот здесь разнообразные такие деревья. Для меня это своя такая метафора, в этом есть, мне это приятно, что здесь очень много разных видов деревьев, вот даже вплоть до берез, из сломанного сухостоя, даже вот такой сухостой здесь стоит, и, ну, не знаю, где-нибудь в Германии его уже срезали, но он вот тоже свою атмосферу создает, и, как я говорю, это не парк, это лесопарк больше, вся новознаменка, которая ближе к Балтийской жемчужине, там, конечно, более все облагорожено и выглядит более похожим на парк здесь, мне больше нравится. И вот такие сухостои здесь стоят, притом ветром не валит, ну, вот, в общем-то, и кормушки для белок. Вот это, честно говоря, не знаю, что за дерево, но листья прям шикарные, прям, вот через зелень вот этих листьев каких-то продолговатых небо просвечивается, ну, прям, красота. Кленчики вообще такие, они высокие, длинные, вообще, красиво так, особенно наверх заглядываешься, смотришь на их кроны, очень классно. Да, здесь встречаются деревья, которым, ну, мне кажется, лет под 150, а вот это дуб так дуб. Вот этому точно за сотню лет искоречник придолбили к нему, небось, гвоздями. Ой, красотища. И листиницы здесь, ну, прям, такое вообще шикарное, и рябина вообще, дикий-дикий такой, диковатый лес здесь, очень прикольно. Какая там листиница, просто глобальная. Опять восторгаюсь этими стволами, это просто шикарно. Как эти деревья с гигантскими стволами, как они здесь пережили Великую Отечественную войну. Насколько я знаю, по фотографиям, здесь пустошь была, вот, по крайней мере, в районе Петерговского шоссе 43. Там вообще все выжжено было. Для меня загадка. Великолепие, когда вот так вот идешь, и солнце через эту листву светит. В общем, прикольно летом здесь гулять. Вот такой здесь пруд шикарный. Ну, вот, понятно, вода стоячая, и уже цвел он, и водоросли кругом. Вот, ну, красота, красота в любом случае. Ну, вот, о чем я и говорил, в общем-то, водоросли здесь все цветет. Здесь какой-то, типа, шлюз организован. Красота, красота здесь. Мне очень нравится. В этом парке, ну, вот, и дикая вот трава. Ну, понятно, здесь не подобраться, здесь так и должно быть. Вот, крапива, молодые клёнчики. Ну, я обожаю этот лесопарк. Ну, вот, люди сюда приходят, которые понаехали в рядом стоящие новостройки. Для них это просто, как бы, лесочек, который можно прийти, здесь костровище сделать, посидеть, погрелить, почилить, пивка попить. Ну, в общем, как бы, я-то не против этого всего. Пожалуйста, сам когда грешу этим. Но не в таких местах, товарищи, здесь прям зачем вот это вот убивать, вот эту красоту. Посмотрите, вот эту иву. Да, её уже временем завалило в воду. Ну, понятно, ивы всегда к воде тянутся. Костровище взяли, развели. Ну, зачем? Кругом костровище. Хотя они мусор за собой убирают. Всё равно, конечно, вот эти костровища здесь, прям вот у корней, ну, это жесть. Кстати, шашлычком тянет люди. Вот, дымочек пошёл. Люди уже пришли с утра, шашлычки решили покушать. Спонтанные костровища, это, конечно, ужас вот здесь даже. А, это, я думал, от этого, от домика для белок. Нет. После недавнего летнего урагана вот тут навалило деревьях. Кстати, эти шашлычники могут использовать для костров. Я бы, конечно, штрафовал людей, которые сюда приходят разводить костры и шашлычить. Тут видно, что этот пруд копались целенаправленно. Видно, что... Ну, он красивый, прям красивый здесь. Очень классно. Пруд здесь заканчивается и, соответственно, мы далее по этой же дорожке мы попадаем на другой пруд. Я советую всем, кто вот в Новознаменке или Сосновке, там другое ощущение. Здесь, конечно, всё-таки именно ощущение лесопарка. И вот эти деревья с гигантскими стволами, они, конечно, меня поражают. И, ну, создаётся ощущение, что вы действительно в каком-то старом, старом лесу. Здесь такое, это самое, получается, спуск резкий. И вообще красота там, лужок такой. И это самое деревца, вот берёзка. Не подстриженный белый лук. Мы когда-то здесь ходили. Он ещё был полностью зелёный, а сейчас он-то белый стал. Красота, красотища. Три дуба, которые здесь, ветки такие, блин, ну, не знаю, меня прям завораживает это всё. Там мох на них растёт. И это вот все эти три дуба, они вот здесь на этом перекрёстке образуют какое-то своё единство. Очень крутая задумка. И вот эти дубы точно были посажены осознанно, на мой взгляд. Вот там берёзки у пруда. Вот эта часть лесопарковой зоны, это просто гениально. Хотя там, где первый пруд, там тоже очень красиво. Там у нас уточки плавают. Люди снимают их. Волшебно здесь, волшебно. А, у пруда вообще островок есть, и там тоже такие берёзы есть. Не, ну это вообще гениально. Здесь мы рядом со стрельной. Там есть Орловский парк, и там тоже такой остров любви есть. Мы там были. Он побольше, и тоже, ну, такая задумка. Ну, вот эти пруды явно тут точно выкапывались осознанно когда-то. Давным-давно. Потому что вид у них такой очень гармоничный. Очень круто, красиво. Здесь мы уже выходим. Опять же, такие приземистые деревья с приземистыми ветками, длинными-длинными. Тоже деревьям десятки лет. И здесь мы выходим уже в спальный район. Кому-то вообще повезло. Прямо на окраине этого парка живёт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И следите за обновлениями. Мы стараемся делать видео вместе с моей супругой и милой дочкой регулярно. Всё зависит. Понимаете, да? Когда наша начальника, маленькая начальника скажет, что я могу дорваться до камеры и поснимать немножко для вас. Всё. Всем удачи. Пока.